Итак, Рузанна, вам слово. Добрый день, я Хачатриан Рузанна, пластический хирург. Рада приветствовать вас, спасибо организаторам. Сегодня я хочу рассказать про пластику груди. Работаю в клинике Кивач. У нас большое хирургическое отделение. Проводим более полторы тысячи пластических операций в год. Кроме пластики груди, у нас идет и другая пластика, конечно. Омолаживающая операция — это блефоропластика, пластика нижних, верхних, пластика лица, потяжка лица, фейслифтинг. Также у нас идет коррекция контуров дела, обдоминопластика, пластика живота, липосакции всех зон, интимная пластика, как у нас коллега начала рассказывать, и мы тоже занимаемся интимной пластикой, но хирургической. Ринопластика и отопластика — коррекция ушных раковин. Как менялась красота, женская красота? Всегда входят споры о женской красоте. Со временем, всегда с эпохами менялось понятие женской красоты. Это размеры, параметры красоты. Когда говорим о женской красоте, это, конечно, первым делом идет самая яркая, самая выразительная часть тела — это женская грудь. Недаром все художники, поэты, скульпторы обращали внимание, воспевали о красоте этой части женского тела. И все женщины во все времена стремились к той эпохе, то, что диктовала эпоха, стремились к этим параметрам. Как думаете, чем женщины могли имплантировать, так скажем, раньше женскую грудь? Это были корсеты, которые подчеркивали форму и размер груди. Были эпохи, когда, наоборот, стягивались, была мода стянуть грудь. И первые имплантации начались, жидкий парафин вводили в женскую грудь и пытались изменить женскую грудь. Ещё пользовались слоновые кости, вживали в грудь вместо имплантов. Стеклянные шарики, шерсть, полиэтилен. И, конечно, это всё кончалось некрозами, воспалениями. Сейчас медицина не стоит на месте, так же, как и пластическая хирургия. Сейчас пользуемся современными имплантами, безопасными, гипоэллергенными, без вреда для здоровья женщин. Первые силиконовые импланты появились в 1961 году. Это были силиконовые импланты с солевым наполнителем. Вот отзывы пациентов, что может привести, что чувствуют женщины после пластики груди. Такие отзывы, как собрала слова, что чаще всего говорят женщины. Счастье, уверенность, радость. Это поход в магазин. Женщина смотрит на себя в зеркало каждый день. И это уже о многом говорит. Тренды и направления. Чаще, если несколько лет назад, даже три года назад, когда я ещё работала, девушки приходили, что нам сам большой, насколько это возможно. А сейчас это более естественно, натурально, чтобы не вызывало, чтобы кто-то даже не заметил для себя. Кто-то потерял эту, была красивая грудь после родов, после похудения. Всё, хочется вернуть, допустим, красоту. Хочу показать примеры работ. Девочка пришла на консультацию с жалобами на малый объём молочных желёз. После определённых анализов, после определённых обследований, что нет противопоказаний к операции, мы пошли, выбрали операцию эндопротезированную молочных желёз. Подгрудный доступ, доступы бывают разные, что к определённым женщинам определённый имплант подобрать, и доступ, и технику. У нас цель идёт не только увеличить грудь, а если есть какая-то асимметрия, восполнить эту асимметрию. Берём собственный жир из коленок, из живота, если это незначительный объём, то объём сравниваем с липофилем, с собственным жиром. Если это складки на разных уровнях подгрудные, то сравниваем. Можем поиграть и с подгрудными складками. Если это сосково-ареолярные зоны на разных уровнях, это тоже всё во время операции корректируем. Также приходят пациентки, которые жалуются на размер и форму груди, птоз, обвесчение. Ставим и импланты, и подтягиваем железу. Также приходят девочки с большим размером груди, которых тоже вызывает сложности определённые. После операции на следующий день девочка чувствует облегчение, тяжело. Говорит, вот уже хорошо хожу, спину не держу. У некоторых комплекс большой груди, что они начинают закрываться. И сразу после операции они чувствуют себя по-другому. И также обращаются мужчины. Это не молочные железы у мужчин, это грудные железы. Тоже делаем, устраняем гинекомастию и мужскую. Можно вот реклама. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У меня такой маленький диск. А у вас тут что-то, я не понимаю. Да, это я немножко хотела пустить в зал, чтобы посмотрели. Конечно. Это различные, да. Просто пример, что вот импланты сейчас очень разные, и под каждую девушку, под каждую выбираем свой определённый имплант, индивидуальный. Хочется сказать, что ещё, ну, пластика груди, это вот 60% от всех пластических операций занимает. Даже порой увеличение груди бывает легче, чем поход к стоматологу, удаление какого-нибудь зуба. Это вот настолько... Ну, увеличение груди от 250 тысяч начинается. Уменьшение 220-280. Увеличивает. Бывает, что 10-15 лет ходят с грудью, говорят, вот устали. Немного, но есть такие. Переделываем часто, да. Часто интересуют вопросы такие, что можно ли потом кормить приёмка. Как вы меняете чувствительность после операции? И если обсуждают, что как устанавливается, ну, какая статистика? Ну, вот такие. Кормить грудью можно, да, импланты. Железу при эндопротезировании молочных желёз не трогаем. Импланты устанавливаются между большой и малой грудной мышцей, да. И девушки через год планируют беременность и кормят грудь, и всё хорошо. Конечно, бывает, чувствительность и слабевает. Но с отёками основная часть уходит. Но мне посоветовали гель, который, можно, возвращает чувствительность. Если будет больше полугода, если не будет восстанавливаться, то мы теперь знаем, каким гелем пользоваться. Спасибо. Нет, импланты не порвутся. Ну, даже если они порвутся, да, там гель такой когезивный, что он не вытекает. И организм так устроен, что имплант, когда устанавливаем имплант, в течение 9 месяцев он формирует капсулу, да, как бы вот держит капсула плотная. И если порвётся имплант или что-то, чтобы с этой капсулы имплант никуда не вытечет. Бывает. Раньше у нас был Allergan, да, фирма. У них очень много было, что вот импланты рвутся там в течение 3-5 лет. Импланты менять, да. Производители советуют менять через 10-15 лет, но если мы делаем УЗИ, обследование через... Каждый год женщина с имплантами и без имплантов должна делать УЗИ, какие-то МРТ, да, вот по показаниям после 35. Если по МРТ, по УЗИ всё хорошо, эстетически всё нравится, и через 15 лет мы не трогаем, имплант не меняем. Говорят, что в России достаточно высокий процент заболеваний женской и молочной железы, да, все эти мастер-классы, рак молочной железы, так далее. Вот по вашей статистике, женщины, которые прошли эту операцию, у них эти риски возрастают или она вознижается? Если говорить о кистах молочных желез, наоборот, кисты молочных желез продавливаются имплантами, и кисты, наоборот, уходят. А про рак, мастопатия и ещё что-то с имплантом никак не связано, да. Если у женщины должно быть образование, оно будет и с имплантами, и без, независимо. То есть у вас нет наблюдения о том, что есть вверх или вниз? Нет, нет, есть наблюдения, мировые, что вот это никак не влияет, да. Супер, спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. Есть ещё вопросы? Ага, простите. Есть ли у вас практика после операционного восстановления грудий, после онкологического заболевания? И как правильно женщине, то есть после удаления молочной железы, подготовиться к пластике грудий, чтобы это было максимально естественно? Ну, после онкологии, если это онкологическое, иногда одновременно с, допустим, да, с онкологическим заболеванием, хирургией онкологической сразу ставят импланты. А если сразу не поставили, к сожалению, не знаю, как, нет, про онкологов не смогу сказать, наверное, нету здесь. Но и в Москве, и в Санкт-Петербурге это практикуют. Но если не сделали одномоментно, то через год после операции, там, или если ткани не хватает, ставим эспандеры, да, натягивают кожу, да, подготавливают. Надо каждый случай рассматривать индивидуально. Нету вот... Решают хирурги и онкологи, да, и пластические хирурги, и онкологи. Можно скорректировать, да. Скорректировать, да, все, что да, надо, да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Есть вопрос. Когда можно получить первичную консультацию? Консультацию проводим в городе, в Петрозаводске. Можно записаться, позвонить по телефону, можно лично мне, можно вот записаться. Это бесплатная или бесплатная? Бесплатная консультация бесплатная. Семерная операция, правда, если он после школы, классики в груди, очень долгий, восстановительный период, там, в виде двухмесячного сна, на спине, отношения ко всем, там, в трех месяц, периоды и так далее. Да, расскажу, как. Девочки поступают на операцию, на следующий день возвращаются домой. Вот, если бы какая-то сложная операция, неделю, 10 дней бы оставляли. Ну, с определенными ограничениями. Месяц ходит в компрессионном белье от трех недель. Разрешаю снимать, снимают, это не корсет, это больше компрессионное белье. К спорту через два месяца разрешаю возвращаться к спорту, но без нагрузки на пояс верхних конечных, на грудные мышцы. А сон? Сон три недели на спине. Ученым выявлено, что самый полезный сон, это сон на спине. Спасибо. 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 Спасибо.